Подними голову! Акцию под таким названием организовали в среду ивановские активисты Народного фронта. Включащихся 23-й гимназии провели открытый урок. О важности события, произошедшего 12 апреля 56 лет назад, рассказал заслуженный военный летчик России Александр Ахлюстин. Тот день он запомнил на всю жизнь. Я сидел, делал уроки в 9 часов и вдруг по радио передают это. Конечно, книжки долой, в школу прибежали, в школе занятия отменили. Все бегали, радовались. Конечно, был подъем общенациональный. А как все мы переживали, когда он спустился с самолета, шел по ковровой дорожке, у него развязался шнурок. Все переживали и все гордились, понимаете. И весь мир гордился. И никто не покажет, что он из Советского Союза. Все понимали, что это сын Земли впервые шагнул на орбиту. Юрий Гагарин не просто первым побывал в космосе. Он, по сути, открыл космические просторы для своих последователей. Все дальнейшие свершения без этого самого первого шага в неизвестность были бы невозможны. Именно благодаря ему впереди еще много открытий. Я как считаю, что сначала начнется с высадки на Луну, потому что уже программа проводится у нас в России. Первый полет направлен в 2021 или 2020 год, если я не ошибаюсь. И дальше уже программа лунной высадки рассчитана на 2030 год. В честь подвига космического первопроходца учащиеся провели свой запуск. Не ракеты, правда, воздушных шаров. Но это лишь повод с гордостью поднять голову. Там, далеко за облаками, темный и безграничный космос, впервые покоренный русским человеком. Каждый год нам рассказывают о величии этого человека, о величии всей нации, которая его отправила в космос. Проводятся уроки во всех лагерях, во всех любых образовательных учреждениях. Рассказывают о том, как важно понимать, что страна, именно Советский Союз сделал прорыв, а не кто другой, в изучении космоса. Например, мне в Артеке рассказывали очень много в музее космонавтики, что Алексей Юрьевич Гагарин у них был, что оставлял какие-то личные вещи, как уникальные экспонаты. Быть может, именно среди нынешних школьников будущие покорители космического пространства. Нужно же кому-то сажать на Марсе те самые яблони. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.